Мы в центре города, в городе Первом, и ко мне подошел очень молодой, интересный человек, говорит, я вас знаю и хочу стать в будущем кузнецом. Я его прогоняю, он привязался ко мне и говорит, хочу на экскурсию. Передайте маме привет, скажите что-нибудь. Привет, мама. Это что такое? Уже пристают взрослым дядькам и говорят, хочу быть великим кузнецом. Ну вот как-то... Сел в автобус с нами. И едет в кузнечку. Вот такой угрен. Давайте посмотрим, что из него получится. Всю дорогу простоял. Обратите внимание. Вы понимаете, не зря я просто на сегодняшний день стал ездить в автобусах. Почему? Посмотреть психологию, психологию людей и понять их рассуждения. Вы кого взращиваете? Сидит молодой человек. Раньше мы как-то все-таки уступали дорогу пожилым людям, да? И уже говорили. Ребят, садитесь, пожалуйста, родители. Садитесь, люди в преклонном возрасте. Вы кого вы выращиваете, а? Поколение потребителей? Ну давайте, давайте. Потом вам и плеваться лично будут. И оскорблять при любой возможности. А молодой человек-то привязался, он идет со мной? Я вообще ничего не понимаю. Я вас не знаю. Вас как зовут? Валерий. Валерий? Его зовут Валерий. Хочу стать кузнецом. Ну, идем в кузницу. Можно к вам? Ну, заходи, коль зашел. Всю дорогу привязался. Я вообще не знаю, что с ним делать, как его выгнать. Ну, будем, наверное, обучать кузнечному делу. Зашел в кузницу молодой человек. Его зовут Валера. Вас Валера зовут? Да, да. И он обратил внимание, что на плите написано что? Композитор, поэт-мелодист. И дальше непонятно. Кормильцев Илья? А, Кормильцев Илья Валерьевич. Валерьевич. А, Кормильцев Илья Валерьевич, он что, какую музыку Валерий писал? Хорошую. Ну, какую? Группа как называется? Вы же сказали, Наутилус, Помпилус. А, точно, Наутилус, Помпилус. В чем сила, брат? В правде? В правде. Вот так вот. То есть, молодежь у нас еще, оказывается, не испорчена. Ну, что, наверное, возьмем ее, ученики? Или выгнать, как вы считаете? Давайте сначала выгоним. Хочу спросить у вас, молодой человек, а вы рисуете или нет? Для себя, для души. Да. Рисуете? Немного нарисую. Ну, мы проверим. Если сейчас плохо рисуют, мы еще отправим его в художественную школу. Развивать моторику рук, только после этого мы его возьмем. И в последнее, когда молодой человек переступает порог кузницы, он уже никогда не переступит закон. Тут действительно на сегодняшний день творится волшебство. А вам сколько лет, молодой человек? Мне 14 лет. 14 лет. И что характерно, зашел к кузнице, он уже знает, что такое молод пневматический, потому что их на уроках, оказывается, учили. И рассказал мне очень интересную историю, ребят. Валер, может, вы нам надо расскажите? Что такое наковальня? Наковальня – это инструмент, чтобы, получается, металл можно было повысить его прочность, его свойства металлические. Снова, получается, кузнец, он показывал, куда надо бить другим двум людям. То есть кузнец показывал ударом? Ударом, да, нужно бить. И вторые, других два человека, они очень сильными кувалдами, очень мощными, тяжелыми кувалдами. А в народе как они называются? Тющими. О, вот это супер! И хотел еще раз спросить, а ваш преподаватель как зовут? И хочу спросить, а ваш преподаватель кто? Михаил Михайлович, в 7-й школе. В 7-й школе? В 7-й школе. Заменитость, 7-я школа. Михаила Михайловича, жду вас лично в гости. И хочу вам выразить большую благодарность от СЕРУСИ за ваш вклад и в развитие культуры Свердловской области и города Первого. Если вы нас смотрите, милости просим к нам в гости. Вы молодцы и действительно вносите большую лепту в развитие и культуру Свердловской области. Ну, а вам, молодой человек, наверное, спасибо. Пожалуйста. Обращайтесь. Пока-пока. Вот такой вот интересный сюжет сегодня. Вы поймите, люди, что в будущей России вот за такими интересными, адекватными людьми, и что мы, это цветы нашей жизни, что мы в них вложим, то мы и получим. Граф Вожаков, откланиваюсь. Низкий поклон всех. И всем приятных ходных. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова